Ребята, всем добрый день! Мы с вами продолжаем подготовку к ЕГЭ по математике. Занятие сегодня у нас номер 24 от 27 ноября. В первую очередь, конечно, проанализировав ваши работы, я хотела бы остановиться над ошибками, которые увидела при выполнении домашней работы. Итак, в своих тетрадях, пожалуйста, запишите сегодняшнее число 27 ноября. Вопрос шестой из домашней работы у нас состоял в следующем. Итак, объем конуса равен 16. Через середину высоты параллельно основанию конуса проведено сечение, которое является основанием меньшего конуса с той же вершиной. Нас просят найти объем меньшего конуса. Если, ребята, мы внимательно посмотрим на данную ситуацию, так, на данной ситуации, таким мы возьмем сейчас на своем выделе, то мы с вами можем увидеть, по видимым линиям, ребята, буду работать, два треугольника. Мы с вами можем увидеть два треугольника, которые будут подобны. Меньший треугольник и больший треугольник. Так, в нашем случае я ввожу обозначение треугольник АВС и треугольник А1В1С. Ну и центра окружности. При большем основании центра окружности О и при меньшем основании О1. Собственно говоря, здесь больше ничего и не нужно. Почему? Потому что, если вы внимательно посмотрите на условия задачи и то, что через середину высоты, то есть СО1 будет равно О1О, через середину высоты проведено сечение, которое является основанием меньшего конуса, мы с вами делаем вывод, что отрезки СА1 и АА1 будут равны точно так же, как СВ1 и ВВ1. Значит, делаем вывод. Есть коэффициент подобия данных высот конуса за счет того, что отрезок А1В1 по определению является ничем иным, как средней линией. Итак, А1В1 – средняя линия треугольника АВС, так как точки А1 и В1 являются серединами боковых сторон. Значит, А1В1 – средняя линия. Делаем вывод. А1В1 относятся к отрезку АВ, беру основание, точно так же, как 1 к 2, то есть коэффициент подобия. И теперь, ребята, посмотрите. У нас с вами сказано, что объем конуса изначально будет равен 16, и нас просят найти объем меньшего конуса. Объем меньшего конуса неизвестно. Но так как мы с вами работаем уже с коэффициентом подобия, и сказано, что у нас есть объемы фигур, фигуры между собой подобные, значит, мы с вами используем коэффициент подобия для объемов. Объем меньшего к большему. Объем меньшего конуса к объему большего конуса, как вспоминаем формулу, относится точно так же, как куб коэффициента подобия. Начинаем в данную формулу подставлять все данные. Итак, объем меньшего конуса у нас неизвестен, это будет х. Объем большего конуса у нас по условию – это 16. Это равно коэффициенту подобия в кубе. Коэффициент мы с вами тоже выяснили, это будет 1,2. 1,2 в кубе. Значит, х будет относиться к 16, точно так же, как 1 к 8. Ну, а теперь, используя правило пропорции, х мы умножаем на 8, а 1 умножаем на 16. И отсюда выходим на х, х будет равно 2. Это и будет нашим ответом. Итак, ребят, мы с вами еще раз помним формулу, что отношение объемов подобных фигур – это не что иное, как куб коэффициента подобия. Точно так же, как мы с вами говорили, что отношение площадей подобных фигур – это не что иное, как квадрат коэффициента подобия. Ну, а отношение линейных длин – это сам коэффициент подобия. Вспомнили момент, и теперь переходим к следующей задаче. Итак, вопрос четвертый. В вопросе четвертым сказано, что площадь осевого сечения, она показана в чертеже, цилиндра равна 4. Нас просят найти площадь боковой поверхности цилиндра, деленной на π. Ну, для начала, так как площадь осевого сечения у нас дана, так, площадь осевого сечения равна 4. И в первую очередь обращаем внимание, что будет являться осевым сечением. Мы с вами увидели, что это будет прямоугольник. А чтобы найти площадь прямоугольника, по-моему, из второго, из третьего класса, четвертый класс, мы с вами помним, мы с вами должны найти произведение двух его измерений – длины и ширины. В нашем случае что это такое будет? Это будет диаметр цилиндра и высота цилиндра, то есть d умноженной на h. Ну, а длина диаметра может измеряться как два радиуса, 2r умноженной на h. Ну, собственно говоря, здесь пока… вернее, пока на этом остановимся. Теперь переходим к тому, что нужно найти. Она спросит найти площадь боковой поверхности цилиндра. Потом разделим, естественно, на π. Итак, площадь боковой поверхности цилиндра по формуле – это 2πr умноженной на h. И в данном случае, ребята, мы с вами видим 2πrh. 2π… так, нет, 2r… 2rh. 2rh нам мешает только переменной π. Значит, делаем вывод. 2rh – это не что иное, как 4. Вот она у нас в площади всего в сечении. Значит, делаем вывод. Нам нужно π умножить на 4. Получаем 4π. Так как нас просят найти площадь боковой поверхности, деленную на π, значит, 4π мы с вами разделили на π после сокращения. Выходим на ответ 4. Далее. В вопросе 5-м рассматривал задачи следующие. Нас просят найти объем части цилиндра. Вот сразу обратите внимание на эту часть, которая заключена, смотрите, угол 60 градусов. Для себя сразу цилиндр, оборот около центра основания задает 360 градусов. Мы с вами берем 60 градусов из 360. На этом пока остановились и продолжаем дальше. Нас просят найти объем части цилиндра, изображенного на рисунке, и в ответе указать объем, деленный на π. Ну, а теперь начинаем рассуждать. Так как речь идет про объем цилиндра, значит, нужно вспомнить формулу. Они все стандартные. Это площадь основания на высоту. В данном случае в основании лежит круг. Площадь круга вычисляется как πr². И теперь объем цилиндра представляется по формуле πr², умноженной на h. В данном случае мы с вами видим по чертежу, что радиус имеет длину 12. Подставили. Высота, известная по чертежу, будет равна 6. Теперь можем посчитать. π умножаем 12 в квадрате 144, умножить на 6. Так, наверное, я не буду дальше вычислять. Почему? Потому что мне задается условие, что объем цилиндра π умножить на 144 умножить на 6 будет приходиться на полный оборот вокруг центра основания, то есть на 360 градусов. Меня интересует объем цилиндра вот этой части, то есть шестой части 60 градусов из 360. я обозначу за х и говорю, что это приходится на 60 градусов. Другими словами, у нас с вами получается, что х – это произведение крайних и произведение средних, π умноженное на 144 и на 6, умножается на 60 и делится на 360. То есть другими словами мы с вами берем шестую часть. То есть, по сути, могли изначально весь объем разделить на 6. Получаем после сокращения 6 на 60, 360 π умноженный на 144. Нас просят в ответе указать объем, деленный на π. Значит, π умноженное на 144 мы с вами делим на π. Получаем 144. Это и будет нашим ответом. Следующий у нас с вами вопрос был 13. В вопросе 13 речь идет уже о объеме шара. И задается вопрос следующего характера. Во сколько раз увеличится объем шара, если его радиус увеличить в 3 раза? То есть, у нас сначала задается шар одним объемом, второй шар с радиусом в 3 раза больше, значит, мы с вами опять речь идем про коэффициент подобия. Во сколько раз увеличится, значит, у нас коэффициент будет содержаться как больше, как меньшему. В 3 раза радиус увеличивается. Коэффициент подобия будет 3 к 1. И теперь объем большего шара будет относиться к объему меньшего шара, как куб-коэффициент подобия, то есть 3 первых в третьей степени. Но 3 в третьей степени нам дает значение 20 в числителе 1 в кубе 1. И получаем 27. Итак, ответ в 27 раз. Опять использовали формулу, которую сегодня повторили. 16 вопрос. Так, ребят, 16 вопрос. Прямоугольный параллепипед описан около цилиндра. На чертежах хорошо показано. Далее, радиус основания известен, но он равен 4. Объем параллепипеда равен 16. Нас просят найти высоту цилиндра. Ну, а теперь давайте посмотрим, что у нас в результате здесь додается. Итак, объем параллепипеда. Сказано, что будет равен 16. Но по формуле объем параллепипеда – это произведение площади основания на высоту. Теперь смотрим. В основании параллепипеда какая фигура лежит, если в основании вписан круг. Делаем вывод. Это не что иное, как четырехугольник, у которого все стороны равны. В этой фигуре есть прямые углы. Значит, это не что иное, как квадрат. Площадь квадрата умножен на высоту. Высоту мы пока не знаем. Но чтобы найти площадь квадрата, мы с вами берем произведение двух сторон. То есть это будет квадрат стороны на высоту. Теперь внимательно смотрим, что у нас в результате получится. Если мы возьмем два радиуса основания, другими словами, мы с вами получаем диаметр и сравниваем диаметром с длиной стороны. Естественно, диаметр и длина стороны – это не что иное, как одинаковые длины по тому условию, что окружность вписана в данный квадрат. Значит, делаем вывод. Вместо длины стороны А мы с вами говорим, что это будет два радиуса по формуле в квадрате умноженной на высоту. Продолжаем расчет. По условию радиус у нас будет равен 4. Подставляем в нашу формулу в квадрате умножить на h. 2 умножить на 4 будет 8. 8 в квадрате 64 умноженной на высоту. По условию, ребят, объем параллепипеда – это 16. И из данного выражения мы можем выделить уравнение, которое при решении нас выводит на вычисление высоты. То есть 16 делится на 64. После сокращения получаем дробь 1 четвертую, а это не что иное, как 0,25. Ответ получили. Следующий вопрос, на который я хочу обратить внимание, это вопрос 18. И сказано, что около куба с ребром корень из 3, а раз это куб, значит, все измерения, длина, ширина, высота одинаковые. Около куба с ребром корень из 3, покажу здесь, описан шар. Нас просят найти объем этого шара, деленный на π. Итак, сначала определяем длину каждого ребра А, В, В, С и так далее. Это корень квадратный из 3. Далее, объем шара по формуле – это 4 третьих πr в кубе. И наша задача будет сейчас в том, чтобы найти длину радиуса данного шара. Ну, теперь, в первую очередь, смотрим, что радиус занимает половину длины диаметра. Но диаметр чего мы с вами берем? Диаметр шара. Например, берем АС1. Естественно, проходит через точку О. Я не буду показывать здесь, ребят, невидимые линии, чтобы было как-то нагляднее. Это для шара. А вот, посмотрите, для куба это будет диагональ. Значит, делаем вывод, что диаметр шара – это не что иное, как диагональ куба. Ну, а диагональ куба, как мы с вами ищем? Это по формуле суммы квадратов его трех измерений. В нашем случае три измерения – это длина, ширина и высота между собой одинаковы. Значит, мы с вами можем сказать, что это будет АВ квадрат плюс АВ квадрат плюс АВ квадрат. Под корнем получаем 3 АВ квадрат, из-под корня АВ достали, тройка осталась. И теперь вместо АВ подставляем корень квадратный из трех. Значит, это получаем три. Длина или диаметра, или длина диагонали куба. Ну, в нашем случае мы с вами подставляем значение для формулы радиуса. Три пополам, получаем три вторых. И теперь подставляем значение в начальную формулу объема шара. 4 третьих π, умноженное на r, а радиус 3 вторых мы с вами вычислили по формуле в кубе. И теперь считаем 4π, умноженное 3 в кубе 3 на 3 – 9, 9 на 3 – 27. И в знаменателе 3 умножить 2 в кубе 8. После сокращения на 3 и на 4 мы с вами выходим на дробь π, умноженное на 9 пополам. Ну, 9 пополам – 4,5 π. И так как нас просят найти объем шара, деленный на π, при делении на π, выделяем ответ 4,5. Итак, ребят, все вопросы мы с вами рассмотрели, которые появились в предыдущей домашней работе. И теперь продолжаем работу по теме призмы пирамиды тела вращения. Итак, мы с вами остановились на комбинации тел. Так, комбинация тел. И у нас сказано, что есть шар, который вписан в цилиндр. Площадь полной поверхности цилиндра равна 15. Нас просят найти площадь поверхности шара. Ну, для начала мы с вами задаем... Мы с вами задаем... Так, нет, не очень получается наглядно. Толщину побольше. Итак, чертеж. Задаем шар. Дальше проводим... Шар вписан в цилиндр. Так, встроим цилиндр. Лишний сейчас будем убирать. Так... Показали. Лишний убираем. Так, не то. И показываем. Надо учиться делать цвета от руки. Так, верхнее основание, нижнее основание. Так, и невидимые линии. Для шара невидимые линии указали. Показали для основания, нижнего основания цилиндра. Показали для диаметра. В нижнем основании. В верхнем основании у нас все видно. Так, дальше. Сразу показываем дополнительное построение, необходимое для расчета. Посмотрим, понадобится ли нет. Ну, вроде бы должно помочь. Помочь. Итак, это пересечение диаметров. Тоже линии будут невидимые. И продолжаем работу. Номер 29. Итак, площадь полной поверхности цилиндра будет равна 15 с одной стороны, а с другой стороны. Это две площади основания, так как цилиндр имеет верхнее основание и нижнее основание круги. Плюс площадь боковой поверхности. Так, значит, смотрим, что у нас с вами получается. Площадь основания – это площадь круга. И плюс площадь боковой поверхности – это 2πr, умноженный на h. Теперь внимательно смотрим на наши расстановки. Точки задаю А, В. А1, В1 на чертеже. Дальше центр шара – точка О. Диаметр задаю отрезками Е, Ф, например. И С, С1. Так, А, В, да, С. Пускай будет С1. Для наглядности. Значит, делаю вывод. Диаметры С, С1 и Е, Ф – это не что иное, как радиусы шара, которые между собой равны. И теперь могу использовать радиус в основании. Отрезок О, Ф и отрезок А, В. Извините, отрезок О, Ф и отрезок В, С. В, С – это тоже радиус. То есть радиус шара и радиус основания между собой равны. Значит, продолжаю использовать формулу площадь круга. В силу того, что расписывается как πr квадрат, мы с вами говорим, что радиусы равны, и обозначение радиуса будет в таком же виде. Плюс 2πr, переписали, теперь h. Высота цилиндра В, В1 или А1 – это не что иное, как отрезок С, С1. Отрезок С, С1 состоит из двух радиусов. Переписала. Значит, все это будет равно 15, и теперь составляю из данного выражения уравнение. То есть получаю 2πr квадрат плюс 2 на 2 – 4πr квадрат. Это не что иное, как 15. Получаю 6πr квадрат равно 15. Значит, πr квадрат будет равно 15, деленное на 6. После сокращения на 3 получаю 5 вторых. И теперь выхожу на площадь поверхности шара. Площадь поверхности шара вычисляется по формуле 4πr квадрат. Подставляю πr квадрат, выраженное – это 5 вторых. После сокращения четверки и двойки под общей дробной чертой получаем 2 умноженное на 5 – 10. Это и будет нашим результатом. То есть здесь самое главное – вычислительные маневры. и увидеть, что такое радиусы окружности, вернее, радиусы круга основания и радиусы нашего шара. Следующий номер – 30, ребят. В 30-м номере речь идет о объеме конуса. И объем конуса – это 7π кубических сантиметров. Так, номер 30. Нас просят найти объем правильной четырехугольной пирамиды, которая будет вписана в конус. Попробуем задать конус. Конус у нас с вами имеет боковые образующие, которые между собой равны. То есть мы с вами получаем в осевом сечении равнобедренный треугольник. Мы это помним. Так, теперь задаем основание. Так, основание. Показываем видимые и невидимые линии. Так. Так, начертили. И нас интересует теперь объем правильной четырехугольной пирамиды. А так как это будет правильная четырехугольная пирамида, и она будет вписана в конус, но самое главное – правильная четырехугольная пирамида. Значит, делаем вывод. Данный четырехугольный пирамид будет в основании иметь квадрат. В основании иметь квадрат. Так, показали. Основание четырехугольной пирамиды. Так, центр основания будет совпадать с центром конуса. Так, дальше попробую от руки. Сначала показываем невидимые линии. У нас лежит все в основании. Высота конуса тоже у нас находится внутри конуса. Невидимая. Пунктирные линии обозначили. Так, ну и дальше смотрим, что нам понадобится. Нам понадобится, наверное, еще и диагонали нашего квадрата. Вот у нас получается центр. Так, в общем-то все дополнительные построения, которые были необходимы, мы с вами показали. И теперь переходим к расчету. Так, так, недостаточно. Итак, пусть это будет… Извините. Пирамида С, А, В, С, Д. Видим прямые углы А, С и В, Д между собой перпендикулярны. И все углы прямые, высота будет перпендикулярна основанию. И пусть будет центром точка О. Значит, на что мы обращаем ваше свое внимание? Объем конуса. Объем конуса 7π кубических сантиметров рассчитывается по формуле, как 1 третья площади основания на высоту. С одной стороны. С другой стороны, площадь основания – это площадь круга. Значит, это 1 третья умноженная на πr квадрат умноженной на высоту СО отрезок. Это не что иное, как 7π. Вот что у нас с вами есть. Это первый момент. Дальше смотрим, что у нас с вами есть. Нас просят найти объем правильной четырехугольной пирамиды. Объем пирамиды рассчитывается точно так же, как 1 третья площади основания на высоту. Но, естественно, основание у нас будет для пирамиды. И получаем, что это будет 1 третья площади квадрата, умноженной на высоту. Квадрат имеет длину стороны АВ, ВС, СД, АД. Тут не сказано. Но в любом случае берем любую сторону. Пусть это будет АВ в квадрате. Умножаем на высоту. Это СО. Значит, делаем вывод. Чтобы найти длину отрезка АВ, мы с вами видим длину отрезка АВ. Длина отрезка АВ. Нам нужно с вами рассмотреть основание. Так, в основании, да, ребята, нам нужно рассмотреть отдельное основание. В основании АВСД диагонали квадрата пересекаются в точке О. Естественно, делятся пополам. Все стороны равны, так как эта пирамида будет правильная. Ну, а что такое ОВ, ОД, ОЦ и ОА мы с вами видим по чертежу первого рисунка. Это не что иное, как радиусы. Они тоже между собой равны. Значит, делаем вывод, как выразить сторону через радиус. Так, делаем вывод. При пересечении в точке О мы с вами имеем прямой угол. Значит, треугольник АВО прямоугольный. Угол, например, АОВ будет 90 градусов. Обозначение АОВ можно БО, без разницы. Значит, квадрат гипотенузы АВ – это сумма квадратов катетов, то есть Р квадрат плюс Р квадрат. В результате получаем, что АВ квадрат – это 2Р квадрат. Ага, АВ у нас с вами есть. Значит, подставляем значение АВ квадрат. В нашу формулу стрелочку убираем, чтобы она не сгормождала запись. И получаем, это будет 1 треть умноженной на 2Р квадрат умноженной на СО. Так, получили. Далее. Из первого Р квадрата… Ребята, давайте-ка попробуем из первого выражения выписать уравнение вида 7П равно 1 третий, ПР квадрат умноженной на СО. Что у нас в результате получится? Значит, и левую, и правую часть мы делим на ПИ. Получили. Дальше умножаем на… Нет, не будем умножать на 3, потому что нам нужно 1 третью. 1 третью. Так, теперь смотрим, что у нас получается. 7 – это 1 третья. Р квадрат умноженной на СО. Отлично. В нашем случае… В нашем случае получаем 1 третью умноженное на Р квадрат и умноженное на СО умножаем на 2. Это вот что такое у нас с вами получается? Это получается у нас 7. И вместо 1 третьей Р квадрата СО подставляем значение 7, которое взяли из первого уравнения. 7 умножаем на 2, получаем 14. Значит, объем нашей пирамиды будет равен 14. Вот, пожалуйста, из двух выражений мы только взяли уравнение, выразили одни элементы через другие и получили результат. Ответ получили 14. Есть. Следующий номер – 31. В 31 номере мы с вами рассматриваем задачу про конус и шар. Итак, конус вписан в шар. Радиус основания конуса равен радиусу шара. Объем шара известен 20. И нас просят найти объем конуса. И опять начинаем с основных фигур. Конус вписан в шар. Естественно, начинаем с шара. Так, радиус основания конуса равен радиусу шара. Значит, делаем вывод, что конус свое основание имеет как центральное сечение шара. Показали. Так, сейчас невидимые линии чуть попозже покажем. Показываем для начала линии, которые нам будут необходимы для построения конуса. Естественно, здесь нужно будет показать радиусы и высоту конуса. Так, все невидимые линии мы с вами показываем. От руки, ребята, у вас, естественно, получается побыстрее начертить. Я так предполагаю. Честно говоря, уверен даже. Так, показали. И основание конуса. Тоже невидимые линии показали. Теперь ввожу обозначение для удобства рассуждений. Итак, пускай будет радиус шара АО за счет того, что точка О – центр шара. Но, естественно, это будет также являться центром круга, который является основанием нашего конуса. Диаметр будет для шара АВ. А конус будет задаваться севым сечением в виде треугольника равнобедренной САВ. Итак, теперь смотрим. У нас с вами сдаются отрезки АО, БО, СО. Это не что иное, как радиусы. А радиусы между собой равны. Первое, на что обратили внимание по чертежу. Следующее. Радиус основания конуса равен радиусу шара использовали. Дальше теперь объем шара. По условию это 20. А с другой стороны, что такое объем шара? Это 4 третьих πr в кубе. Значит, мы с вами можем… Так, точка запятой пока. Значит, мы с вами на что можем обратить внимание. Что нам нужно будет найти объем конуса и объем конуса рассчитывается по формуле 1 третье произведение площади оснований на высоту. В нашем случае 1 третье будет умножаться на площадь оснований. Это круг. Площадь круга рассчитывается по формуле πr квадрат. Мы с вами r переменные используем одни и те же за счет того, что радиус круга основания нашего конуса совпадает с радиусом шара. Так, 1 третье πr квадрат умножаем на h. Высота конуса СО и тоже будет равна r. Значит, получаем 1 третью πr в кубе. Ребята, посмотрите, что у нас получается с первой формулы. Все было бы хорошо, если бы не множитель 4. Но в этом случае из первой формулы мы с вами можем получить уравнение вида 20 равно 4 третьих πr в кубе. И левую и правую часть уравнения, разделив на четверку, получаем 5 равно 1 третье πr в кубе. Теперь посмотрите, какая ситуация. 1 третье πr в кубе равно 5. А это не что иное, как объем конуса. То есть объем конуса мы с вами вычислили, и это будет 5. Одна формула опять помогает в расчете другой формуле. Так, следующая задача у нас с вами под номером 32. Итак, 32-я задача. В этой задаче сказано, что радиусы двух шаров равны 7 и 24. Нас просят найти радиус шара, площадь поверхности которого равна сумме площадей поверхности двух данных шаров. Но нам шары, по сути, здесь не нужны. Самое главное здесь – расчет. Итак, нужен радиус шара, площадь поверхности которого равна сумме площадей поверхности двух шаров. Итак, у нас есть радиусы двух шаров 7 и 24. Значит, у нас будет радиус малый равен 7. Радиус большой будет равен 24. Радиусы разные, значит, и шары один поменьше, другой побольше. Нас просят найти радиус шара, площадь поверхности которого, площадь нового шара, равна сумме площадей поверхности двух данных шаров. Но это у нас получается для малого, это для большего. Значит, получаем площадь малого шара плюс площадь большего шара, площадь поверхности, естественно. Получаем по формуле 4πr квадрат плюс 4πr квадрат. Получать малого шара поверхности и площадь большего шара поверхности. Так, это у нас получается 4π. Мы не знаем для площади шара радиус, пусть это будет х, но по формуле, естественно, в квадрате. Итак, выделяем из данного выражения уравнение и его начинаем решать. Итак, я вижу, что 4π как общий множитель можно вынести за скобку, чтобы не мешало. Вместо r малого подставляем значение 7 плюс вместо r большого значения 24 по формуле в квадрате. Это равно 4π умноженной на х квадрат. И левую и правую часть мы видим с вами можем разделить на четверку и на константу π. И остается уравнение вида 7 в квадрате плюс 24 в квадрате равно х квадрат. 7 в квадрате несложно посчитать. 49 плюс 24 в квадрате. Кто знает хорошо, ребят, я не знаю. Значит, нужно умножать столбиком. 4 на 4, 16, 6, пишем 1 в уме. 8 и 1, 9, 2 на 4, 8 и 4, получаем 576. 576 – это х квадрат. Значит, в результате сложения 5, 2, 625. Ну, 625 точно, знаем наизусть. И х будет равен 25, потому что 25 в квадрате – это число 625. Задача решена. Радиус третьего шара будет равен 25. Так, следующая задача – 33. Следующая задача – 33. Здесь сказано, что в прямоугольном параллепипеде АВСДА1В1С1Д1 известно, что АВ равно 9, ВС равно 6, АА1 равно 5. Нас просят найти объем многогранника, вершина которой является точки АВСДА1В1. Начинаем строить прямоугольный параллепипед. Строим прямоугольный параллепипед. Так, чуть-чуть пониже опущу. Видимые, невидимые линии мы с вами сейчас чуть попозже покажем. Так, измерения у нас с вами даны. Показываем видимые, невидимые линии. Пусть это будет параллепипед, в основании которого по условию АВСДА1В1С1Д1. Соответственно, нижнее и верхнее основание. Итак, так как это прямоугольный параллепипед, значит, ребро АА1В1 и так далее будет перпендикулярен основанию как нижнему, так и верхнему. Вот покажу. Далее, длины АВ – это 9, значит, и СД тоже 9, и С1Д1, А1В1. ВС6 – значит, не только ВС, но и АД, и В1С1, А1Д1. Теперь АА1 равно 5. Значит, делаем вывод, не только АА1, но и СС1, ДД1, ВВ1. То есть все высоты или боковые ребра данного прямоугольного параллепипеда. Нас просят найти объем многогранника, вершинами которого являются точки АВСД. То есть все основание у нас остается без изменений. А1В1. Все, начинаем соединять полученные точки красным цветом. Итак, у нас получается АВ, дальше ВС. Невидимые линии нужно будет вам показать. СДАД соединили точки. Следующая точка А1Д1. И последняя пара точек В1С. И боковые ребра. Раз и два. Так. Последний штрих, как говорится. Ребро А1В1. Так. Фигура готова. Показываем невидимые линии. И можем... Так, вроде бы все показали. И теперь можем продолжать работу. Для начала, ребят, чтобы увидеть, о какой фигуре идет речь, вы можете на нее посмотреть с разного ракурса. Абсолютно с разного ракурса. Хоть как. Самое главное, когда вы будете ее крутить-вертеть, вы можете увидеть, что это не что иное, как в данном случае... Так, это не что иное в этом случае, как призма треугольная, в основании которой будет лежать прямоугольный треугольник, например, в нижнем основании АДА1 и в верхнем основании ВСВ1. Теперь, что я сейчас хочу вам предложить сделать? Я хочу вам предложить все-таки показать данную призму в другом ракурсе. Итак, я показываю сейчас переднюю грань вида СДА1В1. И теперь посмотрите, ребят, что у нас будет получаться. А у нас будет получаться, что в основании данной пирамиды будет находиться треугольник. Так вот, получится у меня точно так же сделать или нет, не могу сказать, но в любом случае попробую. Очень аккуратно, чтобы чертеж верхнего основания и нижнего основания были очень похожи. Так, ну вот последнее, что мне нужно сделать, соединить. Так, не получается. Ну, значит, нужно закрасить. Так, далее, что я должна показать? Показать я должна невидимая линия. То, что мы не видим сзади. Пунктирные линии. И, в общем-то, чертеж уже более-менее понятен. Ввожу обозначение точек. Посмотрите, ребят, вот точка А1, я ее опустила. Точка А1, вот она у меня и получилась. Точка D, я ее опустила, у меня получилась. Следующее. Над точкой D лежит точка С. Вот она у меня, точка С. Показала. Над точкой А1, смотрим, лежит точка. Над точкой А1 лежит точка В1. Или над точкой С лежит точка В1. Вот у нас переход в А1. Теперь по основанию АД. АД смотрим. АД. И для основания не хватает точки А1. Вернее, А1Д у нас есть, не хватает точки А. И у нас как раз получается прямой угол. Так как в основании у нас с вами… Не туда, вот в основании лежит прямоугольный треугольник. Так, у нас получается точка А. И над точкой А смотрим, лежит точка В. Собственно говоря, все у нас с вами получилось. И теперь показываем прямые уголы. Все. Делаем вывод. Отрезок АА1 у нас по длине равен 5. Отрезок АД по условию – это 6. И отрезок СД, находим СД, по условию – это 9. Все измерения у нас с вами есть. Значит, делаем вывод. Мы с вами получили призму. И нас интересует теперь объем призмы. Объем призмы вычисляется по формуле площадь основания, умноженной на высоту. В нашем случае в основании призмы лежит треугольник. Значит, нам нужно найти площадь треугольника, например, нижнего основания АДА1, который умножается на высоту. Это у нас не что иное, как отрезок СД, например, или А1В1, либо АВ. Значит, чтобы найти площадь треугольника АДА1, мы с вами видим, этот треугольник прямоугольный, значит, его катеты будут давать высоту и основание, к которому проведена эта высота. Значит, площадь треугольника рассчитывается как половина произведения основания на высоту. И осталось вместо СД подставить значение 9. Все, начинаем считать. Так, 6 умножаем на 1, 2 получаем 3. 3 умножаем на 5, умножаем на 9. В результате 3 умножаем на 45, получаем 135. Это и будет нашим ответом. Все, ребята, задача решена. Здесь самое главное – увидеть эту призму, которую нам будет сдавать многогранник по точкам из прямоугольного пролепипеда. Следующая задача, которая достаточно часто встречается в ЕГЭ, в сборниках по подготовке к ЕГЭ, это задача под номером у нас с вами получается 34. В данной задаче через среднюю линию основания треугольной призмы, объем которой равен 52, проведена плоскость, параллельной боковому ребру. То есть в результате мы с вами имеем плоскость, у нас получается плоскость, которая будет параллельна боковому ребру. Ребер нас здесь достаточно много. И так как по условию, что у нас задается средняя линия, мы с вами уже имеем коэффициент подобия. Коэффициент подобия за счет средней линии – это будет 1,2. Ну а теперь, так как через среднюю линию основания треугольной призмы, объем которой известен, объем… Проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите объем отсеченной треугольной призмы. Так, объем нашей призмы, ну пускай это будет большая призма, по условию 52, по формуле – это площадь основания, умноженная на высоту, то есть площадь треугольника А, В, С, умноженной на H, с одной стороны. А теперь объем меньшей призмы. Так, у нас получается здесь по средней линии, у нас объем малой призмы. Это тоже будет по формуле площадь основания, но малой, и на высоту, а высоты, мы с вами видим, будут совпадать. Значит, пусть это будет треугольник, например, А, В, С в нижнем основании, средняя линия М, Н. Для удобства мы с вами ввели обозначение, потому что треугольник А, В, С как-то вот уже сразу увиделся, а теперь треугольник меньшего основания. Получается площадь треугольника, в данном случае А, М, Н, и у нас с вами получается М, Н. относится к В, С как 1, 2 за счет средней линии. Это средняя линия. Это средняя линия. Так, площадь треугольника А, М, Н на высоту. Высоты у нас одинаковые. Значит, что мы с вами получаем? Так, основания. Так, площади. Ребят, коэффициент подобия у нас с вами есть. Значит, делаем вывод, что площадь меньшего треугольника будет относиться к площади большего треугольника А, В, С как квадрат коэффициента подобия. Точно. И получаем 1 четвертую. Великолепно. Значит, на площадь треугольника А, М, Н будет приходиться четверть площади треугольника А, В, С. Ну, теперь подставляем площадь треугольника А, М, Н. Это 1 четвертая площади треугольника А, В, С, умноженная на высоту. Великолепно. Произведение у нас имеет значение 52. И подставляем во вторую формулу. Значит, 1 четвертую мы умножаем на 52, чтобы найти объем меньшей призмы. 52 делим на 4. Получаем 13. Это и будет нашим ответом. Так. Следующая задача, ребята, на которую мы с вами обращаем внимание, номер 35. Сколько у нас тут еще задач? Ага. Очень хочется сегодня начать производную. Так. Задача следующая. Так. Номер у нас с вами 35. В 35 номере дана правильная треугольная призма А, В, С, А, 1, В, 1, С, 1. Опять правильная. Значит, в основании лежит правильный треугольник, то есть равносторонний. Все углы по 60 градусов, все стороны равны. Площадь основания которой, значит, мы с вами говорим, что площадь треугольника А, В, С, известно, равно 8. Боковое ребро равно 6. Нас просят найти объем многограника, вершиня которого являются точки. Так, находим точки А, С, А, 1, В, 1, С, 1. То есть мы с вами видим, что это у нас с вами получается пирамида, пирамида, в основании которой, в основании которой у нас с вами лежит, потому что заливка не получится, в основании которой лежит, получается, задняя боковая грань справа, С, С, 1, А, 1, А, и вершина В, 1. Вот что у нас в результате есть. С одной стороны. С другой стороны, мы с вами видим, что по условию есть площадь оснований для исходной правильной треугольной призмы и высота, по сути, мы уже с вами можем найти объем данной призмы. Итак, объем нашей призмы начальной – это площадь основания, умноженная на высоту, в основании у нас лежит треугольник А, В, С, то есть площадь треугольника А, В, С, умноженная на высоту, то есть С, С, 1. Значит, мы с вами 8 умножаем на 6, получаем 48. Есть. И теперь делаем вывод. Чтобы не искать площадь пирамиды, в основании которой лежит четырехугольник А, С, С, 1, А, 1, мы можем с вами вычислить объем пирамиды, в основании которой лежит треугольник А, В, С. Ребята, посмотрите-ка. Треугольник А, В, С, в основании которой лежит треугольник А, В, С, и вершины которой тоже является точка В, 1. И если мы с вами вычислим объем треугольной призмы А, В, С, В, 1 и из объема основной призмы уберем объем малой пирамиды, мы с вами как раз выходим на объем четырехугольной пирамиды. Уж правильно, неправильно, тут непонятно. Еще высоту нужно будет искать. Так. Да, ну это будет в основании правильной треугольнике. Мне очень как-то хочется. С одной стороны, с другой стороны, выходим из более удобного состояния по данной задаче. Итак, выходим на объем малой пирамиды. Так, наверное, не малой, а удобнее показать. Извините, не туда. Объем не малый, а треугольный. То есть у нас с вами получается треугольная пирамида, еще четырехугольная пирамида. Итак, объем треугольной пирамиды. Мы с вами получаем формулу. Одно третье площади основания на высоту. И делаем вывод, что основания у нас с вами совпадают, и высоты тоже совпадают. Получаем одно третье, которое умножается на 8, умножается на 6. 6 делим на 3, 2. 8 умножаем на 2, получаем 16. Значит, чтобы найти объем четырехугольной пирамиды, нам нужно из объема призмы убрать объем треугольной пирамиды из 48, убираем 16. Все, ребята, так намного проще, чтобы не искать ни высоту, ни другое что-то. Это будет достаточно удобно. У нас с вами площадь основания уже готова, площадь треугольника. И это будет самый… Почему 12? 12. 12. Это самый удобный вариант. Итак, 48 минус 16, ответ 32. Это и будет нашим результатом. 36-я задача. В 36-м номере речь идет о двух цилиндрических сосудах, уровень жидкости в одном… Так, в цилиндрическом сосуде в одном… Уровень жидкости достигает 180 сантиметров. Нас просят ответить, на какой высоте будет находиться уровень жидкости, если ее перелить во второй цилиндрический сосуд, диаметр которого в 6 раз больше диаметра первого. И ответ дать в сантиметрах. Отлично. Сантиметры есть, сантиметры просят. Значит, единицы измерения нас не интересуют, они совпадают. На них пока не обращаем внимания. Итак, что у нас с вами в результате получается? Значит, объем жидкости, который находится в цилиндрическом сосуде, достигает высоты 180 сантиметров. Значит, по формуле объем жидкости – это будет объем цилиндра, ну, а цилиндр первый, естественно. Это будет площадь основания первого цилиндра, умноженная на высоту первого цилиндра. То есть мы с вами получаем в основании круг – это πr квадрат и высота 180. Ну, собственно говоря, пока все. Теперь та же самая жидкость – это одно и то же. Это одно и то же. Та же самая жидкость переливается в цилиндрический сосуд другого размера. Это будет объем такой же, но формула. Посмотрите, площадь основания у второго цилиндрического сосуда на высоту, которая, ну, посмотрите, будет меньше. Делаю вывод, как у нас будет идти связь. Значит, за счет того, что… Давайте-ка рассмотрим еще раз. Переливаю во второй цилиндрический сосуд диаметр, который в 6 раз больше диаметра первого. Если у первого будет меньшее основание, пускай это будет диаметр малой буквы обозначен, а диаметр, который будет для большего основания, и пускай это будет заглавной буквы «Д». И у нас больший диаметр будет в 6 раз, чем меньше диаметр. Значит, делаем вывод. Диаметр в 6 раз больше меньшего, значит, и радиус большего основания будет в 6 раз больше, чем… Вернее, радиус большего основания в 6 раз больше, чем радиус меньшего основания. Мы теперь начинаем подстановку. Что такое площадь основания? Это пи р квадрат, умноженное на h2, и вместо р подставляем выражение в 6 раз больше первого радиуса. Значит, пи мы умножаем на 6р, все это по формуле в квадрате, умноженное на h2. Получаем, что пи умножается на 36р, малое квадрат умножить на h2. И так как у нас жидкости-то – это, по сути, не разные вещи, это одно и то же, значит, объемы у нас с вами будут одинаковыми. То есть из двух формул, из двух выражений мы с вами записываем уравнение за счет того, что объемы жидкости одинаковые. пи умноженное на 36р квадрат умноженное на h2. И левую и правую часть мы с вами делим на константу пи, делим на r квадрат, и у нас с вами остается, что 180 будет равно 36 умноженное на h2. Отсюда высота второго цилиндрического сосуда будет равна 180 делим на 36, 5. Итак, высота будет равна 5. Получили. Следующая задача – 37. В 37-й задаче, ребята, многие ученики решают через подстановку. По сути, в сосуде, который имеет форму конуса, уровень жидкости достигает 2 третьих высоты. Первое, на что я обращаю внимание, это у нас будет высота. Так, показали радиус, показали высоту. Невидимые линии я вводить не буду, потому что нас сейчас интересовать, конечно, будет в первую очередь определенный вид. Ну, какой это будет вид? У нас с вами будет задаваться два треугольника. То есть первый треугольник будет АНС, и второй треугольник АМД. Так, центр окружности точка О, здесь пускай будет точка В. Так, и у нас с вами задаются радиусы. ОД – это Р большой, и ВС – Р малое. Так как у нас с вами получается большее основание и меньшее основание. В сосуде, имеющей форму конуса, уровень жидкости достигает 2 трети высоты. То есть у нас отрезок АВ будет 2 трети отрезка АО. Значит, делаем вывод. У нас есть коэффициент подобия. Каким образом? Если мы все уравнение разделим на отрезок АО, мы с вами получаем, естественно, не равен нулю, отношение, что АВ к АО – это 2 третих. Все это коэффициент подобия. За счет подобия, ну, в данном случае, центральных сечений вы можете увидеть АНС, АНД – равнобедренные треугольники. Далее, объем жидкости – 152 мл. Значит, мы будем с вами использовать данную формулу, сколько миллилитров жидкости нужно долить, чтобы полностью наполнить сосуд. Ну, а теперь начнем с объема жидкости. Итак, объем жидкости у нас составляет 152 мл. По формуле это 1 третье произведение площади основания на высоту, ну, в данном случае это будет АВ. Получаем 1 третье основание круг с радиусом r малой, то есть ВС. Получаем πr квадрат, умноженный на АВ. И далее, на что мы с вами можем обратить внимание, вот с этим коэффициентоподобие. Нам можно сейчас рассмотреть объем всего конуса. Так, объем всего конуса, чтобы использовать коэффициентоподобие. Тоже по формуле 1 третье площади основания на высоту, но высота у нас уже будет отрезок АО для всего конуса. Так, и в основании будет уже лежать большой круг с радиусом ОД, то есть r заглавный. 1 третье умножаем на π. r, большой квадрат, умноженный на АО. Итак, смотрим. АВ и АО между собой сравниваются. И, естественно, нам очень выгодно сейчас выразить отрезок АО через АВ. Вот у нас из пропорций что такое АО. Произведение крайних равно произведению средних. И мы с вами получаем, это будет 3 вторых отрезка АВ. Подставляем. 1 третье умножается на πr, большую квадрат, умножить на АО. Это 3 вторых АВ. Только сейчас выяснили. Ну, теперь с радиусом большего основания нам тоже нужно поработать. Итак, у нас с вами в меньшем основании лежит отрезок ВС. В большем основании отрезок ОД. И так как у нас коэффициент подобия меньшего к большему задается как 2 третьих, мы с вами получаем отношение равно тоже 2 третьим. Ну, а теперь расписываем, что такое ВС. Это r малое. Что такое ОД. Это r большое, как 2 третьих. Нас интересует из этой пропорции r большое. Значит, по пропорции произведений крайних равно произведению средних. r мы умножаем малое на 3, делим на 2. Получаем 3 вторых r малое. Подставляем. 1 третья умножается на пи. r большое теперь, r вторых, r малое, в квадрате. Умножаем… Все, вот это мы с вами подставили. Умножаем на 3 вторых АВ. И теперь осталось только выделить нашу формулу 1 третья пи r квадрат умноженной на АВ, которая будет по условию задачи составлять объем жидкости 152. Так, значит, нам нужно оставить 1 третью пи r малое квадрат умноженной на АВ. Теперь я начинаю подчеркивать, что меня интересует. Так, 1 третью нужно оставить, пи нужно оставить. Так, r квадрат нужно оставить и АВ. Значит, нам нужно будет дописать 3 вторых в квадрате 9 четвертых, который умножается еще на 3 вторых. Все, 3 вторых r в квадрат возвели, r малое в квадрате записали, 9 четвертых записали. Значит, мы с вами можем подставить по нашей формуле 152, умножить на 9, умножить на 3 и разделить на 4 и на 2. Так, теперь смотрим. 152 и 4 на 2 – 8. 152 делим на 8, получаем 19, и осталось 19 умножить на 27. Так, 19 на 27, 9 на 7, 63, 3 пишем 6, 13, 9 на 2, 8, 1, 3, 1, 5. У меня получилось 513, так, 513. Но это объем всего конуса, а нам нужно долить. Сколько долить? У нас уже есть 152 мл, всего 513. Ну и последнее действие. Из 513 мы убираем 152 мл и получаем, что нужно долить, 361 мл. Это и будет нашим ответом. Итак, ребят, теперь посмотрите. Вот, по сути, очень большое решение, и многие из ребят именно таким образом решают. Одну формулу как-то расписывают и находят элементы во второй формуле и подставляют. Сейчас я вам покажу подобную задачу, но решение абсолютно будет другим, в том плане, что оно будет намного проще. Итак, второй способ решения, но задача пусть будет другая. Поэтому я предлагаю предыдущую задачу решить вот вторым способом. Итак, следующий номер у нас получается 38. 38 и второй способ. Задачи однотипные. Единственное, только объем жидкости будет составлять 192 мл. Вопрос, сколько миллилитров жидкости нам нужно долить. И уровень жидкости достигает 2 трети высоты. То есть, как только мы с вами увидели, что объем жидкости достигает 2 трети высоты, используя тот же самый коэффициент подобия, у нас с вами получается объем меньшей высоты, вернее, отношение меньшей высоты к большей высоте, например, h1 к h2 или h меньше к h большему, у нас с вами получается 2 трети. На меньшую высоту приходится 2 части, на большую 3 части всей высоты. И мы с вами говорим, что речь идет о коэффициенте подобия. А раз коэффициент подобия у нас с вами есть, значит, мы с вами можем перейти к отношению объемов данных фигур, потому что фигуры у нас тоже будут подобны. Мы с вами брали отношение меньшего к большему, значит, и объем меньшего конуса, в данном случае это будет жидкость, к объему большего конуса, то есть это будет сам весь конус, как коэффициент подобия в кубе. Значит, делаем вывод. 2 в кубе – это будет 8, 3 в кубе, так, 3 на 3 – 9, 9 на 3 – 27. Объем меньшего конуса по условию – это жидкость, 122 мл. Объем большего конуса мы с вами не знаем, это будет х. И, выделяя из данного выражения уравнение, мы с вами считаем, что такое х. 192 мы умножаем на 27 и делим на 8. Так, 192 и 8 сокращаем на 8. 192 делим на 8, получается 2. Так, и 4, 32 делим на 8. 24 умножаем на 7, на 27. Получаем 24 на 27. 7 на 4 – 28, 8 пишем 2. 2 на 7 – 14, 16, 8 – 4. У меня получилось 648. Но это объем всего конуса, то есть объем всего конуса – 648. Объем малого конуса – это объем жидкости – 192. Значит, нас интересует объем, сколько нужно долить. Из 648 убираем 192. И в результате получаем 456 мл. Это и будет нашим ответом. Но какой способ выбирать – это, естественно, на ваше усмотрение. Я вам предлагаю рассматривать, конечно, первый способ. Итак, следующая задача, на которую я обращаю внимание, под номером 39. Ребята, последнюю задачу я беру из сборников. Внимательно посмотрите. Сборник Ященко на 14 вариантов и 36 вариантов, которые уже, собственно говоря, вышли и имеют прямой доступ к рассмотрению. Так, 39-я задача состоит в следующем. Около конуса, конус есть, описана сфера. И теперь посмотрите условия. Сфера содержит окружность основания конуса и его вершину. Значит, делаем вывод, что, например, диаметр АС разделен точкой О на два радиуса, которые будут, например, вершина В, которые будут равны отрезку ОВ, тоже тот же самый радиус. Значит, все три радиуса одинаковы. Центр сферы находится в центре основания конуса, показали. Образующие конусы, то есть это ВС, будет 6 корней из 2 или АВ. Нас просят найти радиус сферы. Ну, все здесь достаточно легко. Почему? Потому что, если мы с вами рассмотрим треугольник ВОС, он будет не только прямоугольным. Угол ВОС 90 градусов. Но и за счет того, что отрезки ВО и ОС равны как радиусу, он равнобедренный, то углы при основании равны. Угол ОВС и угол ОСВ по 45 градусов. 45 градусов и 45 градусов. Углы при основании равны. Ну, а теперь, чтобы найти радиус сферы, то есть ОС или ОВ или ОА, мы с вами можем рассмотреть такую ситуацию. Ну, по сути, здесь можно хоть через синус, хоть через косинус, ребят. Я возьму синус, например, угла при вершине С, синус 45 градусов. Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего катета, то есть ОВ, к гипотенузе, то есть ВС. Синус 45 градусов в корень из 2 на 2. ОВ нахожу. ОВ – это радиус. ВС нахожу 6 корней из 2. В данном случае при 45 градусах хоть синус, хоть и косинус имеет одно и то же значение корень из 2 на 2. Значит, из данной формулы выражаем радиус, умножая все на 6 корней из 2, получаем 6 корней из 2 умножить на корень из 2 в числителе и в знаменателе 2. После сокращения на 2 мы с вами получаем ответ 6. Итак, вторым способом, естественно, вы можете отработать по теореме Пифагора квадрат гипотенузы, второй способ, квадрат гипотенузы, 6 корней из 2 в квадрате, будет равен сумме квадратов катетов. Так, 6 на 6 – 36 корень из 2 в квадрате 2, 2Р квадрат, так, так, и отсюда радиус 6. Так, радиус квадрат 36, а вот радиус будет равен 6. Любой способ, хоть через синус, хоть через косинус, и что из себя представляет теореме Пифагора. Только на ваше усмотрение. Ну все, ребят, осталось рассмотреть две задачи. Следующая задача точно так же взяла из сборника подготовки к ЕГЭ 2022. Новая задача, номер 40. Итак, сказано, что цилиндр вписан в правильную шестиугольную призму. Мы с вами с такими задачами сталкивались. Шестиугольную призму. Радиус основания цилиндра равен корню из 3, а высота равна 2. Радиус основания равен корню из 3. В данном случае нам очень удобно сейчас показать, например, верхнее основание. Так, так. И вот у нас радиус. Радиус основания. Вот это маленький отрезок. Пусть это будет OH. То есть OH будет равно радиус основания OH корень из 3. Далее нас просят найти площадь боковой поверхности призмы и по формуле площадь боковой поверхности призмы. Это у нас получается сумма площадей всех боковых ее граней. Мы с вами видим, что каждая грань представляет из себя прямоугольник. Их таких будет 6 штук. И, например, будет площадь. Давайте введем обозначение. Пусть будет, например, А, В, С, Д и так далее. И здесь у нас получается В1, А1, чтобы удобнее было рассматривать. Значит, конечная точка А, В, С, Д, Е, Ф. Здесь будет Ф1, чтобы не загромождать чертеж. Пусть будет грань А, В, В1, А1. Значит, мы с вами должны посчитать площадь, как произведение длины на ширину данного прямоугольника А, В на ВВ1. И делаем вывод. Вся задача будет сводиться к тому, чтобы посчитать длину отрезка А, В, потому что ВВ1 у нас с вами известен. 6 умножить, пока место свободное вставляем ВВ1, это 2. Итак, начинаем вычисление. Значит, выношу сейчас равнобедренный треугольник на рассмотрение отдельное О. О. Так, получается, при вершине О, Ф1, А1. Так, дальше провели высоту О, Н, которая равна корню квадратному из трех. Так как у нас с вами сдается шестиугольная правильная призма, значит, у нас с вами при вершине О 360 градусов делится на шесть одинаковых углов. 60 градусов получили. Значит, О, Н в равнобедренном треугольнике за счет радиусов О, А1 и О, Ф1, как описанная окружность, будут одинаковы. Значит, угол А1, О, Н будет 30 градусов. Отлично. Например, через 30 градусов я буду рассматривать отрезок ОА1. Да, ОА1 – радиус. Что у меня получается из этого треугольника? ОА1 – это одна вторая радиуса, так как лежит напротив угла в 30 градусов. Так, это у нас получается корень из трех. И что мы с вами имеем? Мы с вами имеем, что косинус 30 градусов из малого треугольника О, А1, прямоугольного. Это корень квадратный из трех, деленный на r. Все верно. Значит, косинус 30 градусов, табличная величина корень из трех пополам, получаем корень из трех, деленный на r, значит, отсюда радиус – это будет 2. И подставляем в нашу формулу, так как радиус – это не что иное, как отрезок ОА1. А так как у нас шестиугольная правильная призма, мы с вами помним, что отрезки радиусов и оснований треугольника F1, А1 или АВ между собой равны. Значит, подставляем двойку. 6 на 4 – 24. Площадь боковой поверхности призмы мы с вами нашли. Итак, ребят, основные задачи, которые встречаются, мы с вами практически завершили. Последняя задача, 41-я, тоже из сборника Ященко. Речь идет о пирамиде. Основанием пирамиды служит прямоугольник. Пускай это будет прямоугольник А, В, С, ну и точка Д. Далее. Одна боковая грань перпендикулярна плоскости основания. Так, пускай вершина С. И она вот хорошо показывает прямой угол. Пусть это будет точка Н. Провела прямую параллельную А, В и С, Д. Значит, собираю отрезок С, М и делаю вывод. Так, а три другие боковые грани наклонены к плоскости под основанием 60 градусов. Итак, первая грань С, А, В, показываем угол 60 градусов. Вторая грань С, Д, С наклонена 60 градусов. Ну и третья грань С, В, С тоже как раз за счет отрезка С, М тоже показали 60 градусов. Все углы по 60 градусов. Следующий момент, на который мы с вами обращаем внимание, что угол С, А, Д, угол С, Д, А и угол С, М, Н между собой равны. Возможно, пригодится. Теперь нас просят найти объем пирамиды. Объем пирамиды находится как 1 треть площади основания, умноженной на высоту. В данном случае это будет 1 треть умноженной на площадь фигуры прямоугольника. Прямоугольник – это будет А, В, С, Д. И высота – это будет у нас так, как у нас получается С, Н перпендикулярно. Да, С, Н. Высота – С, Н. Значит, расписываем площадь четырехугольника А, В, С, Д. Получаем произведение сторон А, В, пусть будет длина, на ширину В, С. Высота С, Н у нас остается. Она у нас по условию задается равная шести. Вот у нас уже это есть. Значит, нас интересуют длины сторон А, В и В, С. Так, А, В смотрим. А, В у нас – Э, В, С. Так. Ага. Попробуем рассмотреть треугольник А, С, Д. В треугольнике А, С, Д известна высота С, Н. Она у нас получается равной шести. Так, вынесу треугольник А, С, Н. А, С, Н – 6, угол 60 градусов. Значит, при вершине будет 30 градусов. Так, далее. На что мы с вами можем обратить внимание? Из треугольника А, С, Д. Сказано, что А, С и С, Д равны. Значит, делаем вывод, что и А, Д тоже будет иметь такую же длину, равносторонний треугольник. Делаем вывод следующий. Так. А хотя зачем нам делать вывод следующий? Если у нас А, Н – половина С, Н, правильно, ребят? И мы с вами можем уже выйти… Так, нет. Нет, 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 это не половина. А, Н – половина А, С. Напротив угла в 30 градусов лежит катет половина гипотенузы. Гипотенуза у нас неизвестна. Значит, попробуем через тангенс. Тангенс 60 градусов – это отношение противолежащего катета к прилежащему. Да, вот это вот у нас хорошо пройдет. Итак, тангенс 60 градусов – табличная величина корень квадратный из трех. С, Н – 6, А, Н – неизвестно. Отлично. И, значит, А, Н мы с вами получаем 6, который делится на корень из трех. Получили. Если мы с вами знаем А, Н, А, Н – это половина отрезка А, Д. В основании отрезок А, Д лежит треугольник А, С, Д равностороннего. Значит, А, Д получили равному 12, в два раза увеличили, деленный на корень квадратный из трех. Значит, мы с вами получили отрезок В, С. Так, 12 корней из трех. Все, В, С есть. И осталось вычислить А, В. Так, А, В. Так, мы с вами видим, что отрезки А, В, М, Н и С, Д равны. Значит, мы отправляемся с вами в треугольник С, Н, М. Треугольник С, М, Н – прямоугольный, угол при вершине М – 60 градусов. Мы с вами можем рассмотреть также катет С, Н в данном треугольнике, он равен 6, и опять отработать, так, это у нас двоеточие, и отработать тангенс 60 градусов. Это отношение противолежащего катета С, Н к прилежащему катету М, Н. Значит, корень квадратный из трех будет равен 6, деленный на М, Н. Значит, отсюда М, Н будет 6, деленный на корень из трех. Ну, собственно говоря, та же самая величина. Значит, мы с вами нашли отрезок А, В, и все, начинаем подставлять. Объем пирамиды равен 1 третьей площади основания на высоту. Это 1 третья А, В. Нашли 6, деленный на корень из трех. Умножить на В, С. В, С нашли 12, деленный на корень из трех. И умножаем на С, Н, по условию, это 6. Записываем все под общей дробной чертой. 6, 12, 6, 3, корень из трех в знаменателе произведения. Корень из трех. Так, корень из трех на корень из трех – это будет 3. Сократили дробь на 3, в числителе оставили 2. И еще раз сократили на 2, в числителе оставили 2. И 12 умножаем на 4, получается. Так, 48. Это будет нашим ответом. Ну, а теперь, ребят, к сожалению, я не успела объяснить и начать тему производной. Поэтому это время у нас, конечно, вышло. Я не смею вас больше задерживать. Поэтому тему производной я обязательно начинаю со следующего занятия во вторник. А сейчас прошу обратить внимание, что домашние задания, которые я приготовила для вас сегодня вечером, естественно, вы увидите в Дискорде либо ВКонтакте. Оно будет от сегодняшнего числа, но к следующей субботе. Поэтому во вторник то, что мы с вами уже изучим и рассмотрим, у вас точно уже будет сделано к субботе. Поэтому я вам предлагаю сегодня и завтра это домашнее задание не делать или попробовать сделать. И если вы, например, не будете сегодня делать, то, пожалуйста, после нашего занятия вторник, среда, четверг, пятница, вечер, попробовать к занятию приготовиться. Ну, а сейчас всего вам доброго до вторника. До свидания. Субботник. Субботник.